so for example welcome to computer science right вот это вот что у нас сколько у нас ссылок на объект данный момент вот на объекта вот у нас получается вот у нас по сути вот это переменная в ей присвоен объект то есть ты на самом деле с помощью переменной занял какую-то ищу памяти да вот и она ссылается на она знать не находится объект вот так ты тоже по сути замерзли чеку памяти но у тебя не будет ярлычка за который мы сможете дотянуться до объекта и так вот сейчас у нас одна ссылка на объект данный момент обе какого типа давай посадим с какого типа у нас объект для начала у нас есть функция type давай мы сможешь функция по свой какой тип у нас объект давай кидай туда эта функция или это что другое уже цвет какой-то зеленый почему-то у тайпа ну типа такой разбирали чем отличать функции от объектов смотри мы разбирали класса что типа как они подсвечивают и прочее вот эта функция зелененькая или то что другое это создание объекта но этого похоже на создание объекта да это можно создание объекта а type это вообще название класса по сути ну хорошо вот работаем 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 вызываем можем здесь посмотреть запускай запускай сейчас так а вот у нас type list да да и police хорошо давай мы с тобой увеличим количество ссылок на объект сделал две ссылки на объект две ссылки на объект да вот у нас получается сейчас на объект ссылается одна ссылка вот переменная list1 нам нужно увеличить ключ ссылка на обе чтобы было две ссылки на объект как который сделаем типа лист 2 и второе не здесь 2 и что лист 2 куда душ сова средства на мест 1 да нам нужно получать ссылаться вот на этот объект вот на листы не хорошо далее а давай-ка мы с тобой обсудим и у их и перед тем как мы ставим их интенсии объекта то есть их вообще природу объекта откуда-то вообще ноги растут нам нужно посмотреть их айтишки по 3 одежки равна ли левая дежка правой дежки то есть это тот же самый объект переменно сидит или от разные объекты какие мысли что вернет функция думаю труб конечно труб но вот на сайт так писать очень долго правильно вот это вот айти туда совать объект и так далее ну да у нас есть оператор какой оператор идентичности называется из 2 пиши лист 2 из лист 1 является ли это называется оператор идентичности он проверяет на инстанции объекта то есть на его природу является ли это одним и тем же объектом и так справа напиши что это у нас из проверка на инстанции объекта то есть проверка является ли это объект является ли это одним и тем же объектом река инстанции объекта инстанции до является ли получается это одним и тем же объектом или ссылается ли на один и тот же объект а по сути игра слов до является хорошо что дальше у нас в две ссылки на объект давай-ка мы с тобой поговорим немножко давай немножко проголи про программирование все-таки да я пока не особо люблю но смотри а у нас по это не в пойти не такой смен как garbage коллектора скажи мне принялась если что-то знаешь garbage коллектора на каком выглядит скажешь это такой парадатый чувачок вот у нас еще есть разные языки вот у нас динамически пизин закромет python да то есть мы по сути с памяти не работаем дети мы с тобой с памяти работаем кто тогда с память работает получается а garbage коллектор это который типа очищает память да да он как он автоматически типа очищает память давай мы сейчас попробуем уже посмотри час garbage коллектор где-то спит отдыхать да там на пинге вот давай-ка мы позовем как позвать garbage коллектор может быть надо написать и garbage коллектор я за самом деле почти но не так короче гарпич это приходит сам когда он приходит но когда надо из памяти что-то убрать наверное да а когда наступает тот момент когда на душу нужно убрать что-то из памяти вот когда он знает триггер как триггер когда что является триггером для каждого корректора когда мы переменную предназначаем на самом деле вот это как раз к началу урока это ссылки на объект да вот у нас получается лист один ссылается на объект в какой-то памяти ячейки да и лист 2 то что это объект в памяти гаджет ректор естественно пока отдыхает уначили он релаксе начала давай-ка мы попробую сейчас тобой сделать так что объект объект вас будет существовать а мы с тобой давай короче сделаем функцию дел точнее используй оператор дел пробел дел пробел лист 1 вот сейчас мы с тобой что сделали она мы типа удалим лист ссылку на лист 1 да скажи пожалуйста сейчас объект он существует лист 1 вообще объекты вот списка существует нет нет то есть списка не существует правильно да слушай а я тебе знаешь что скажу а я дайте скажу что существует и гармошка это еще не пришел как в это проверим как проверим но можно type list сделать он только не определил бы что там что то есть подожди кто знает еще кроме лист 1 где находится объект кто еще может вывести принтануть кроме лист 1 print ну фу кто из переменных знает еще где находится объект алис 2 до окно ты хочешь лист 2 print или из 2 из принта принт забываем опа получается объекты еще есть да а давай подожди я давай вот так вот ну неважно объект существует еще а вот сейчас уже а вот сейчас уже что произошло видишь все нету а сейчас что произошло ну смотри здесь все просто потому что мы уже здесь присвоили типа крест 2 лист 1 и все лист 2 запомнил что у него там есть 300 пиши справа пришел даже при коллектор так как количество ссылок 0 пришел к английский гарби джей короче как бы тебе объяснить джей джей эй эй бе и бе и бе и потом джи и джи и потом послеве эй space да space а си ау дабл эл на это коллектор да хорошо коллектор то мы знаем да все ну вот все так как ссылок 0 так как ссылок на объект 0 because close zero link on the object хорошо так как ссылок на объект 0 супер все вот он пришел да и у нас оптимизация памяти произошла наконец-то вы почистили память что дальше нам нужно по сути кстати знаешь такое замыкание замыкание когда ты в розетку вставляешь программирование ну ладно хорошо хорошо ладно смотри а давай дальше пол понят понятно что карпишка это это все ези пизе что дальше теперь давай-ка мы с тобой поработаем с понятием методы объекта и вообще что ж такой объект мы поняли что у нас это объекте по какого типа лист и по лист получается есть какой-то некий класс лист да давай туда заглянем за газы к загляду туда вот сейчас я косяка я live делаю полов партисмент все да есть открылась так а вот у нас открылась до вниз промотаем найдем а вот да он наверху даже вот есть смотри получается это класс до класс это контейнер для функций для функций ничего сложного вот у нас и вот они функции их много а класс всего лишь их как бы собирать единое целое функции сейчас в конце вывести здесь прямо это бы надо записать и мы в юпитиле будем сейчас это писать все все хорошо да давай мастер прямо здесь садом научились макдауна пиши здесь пиши пишем класс это контейнер для функций я забыл у тебя битва да что значит битва она английский забыл просто можно английскому что нет у меня я не знаю мне кажется мне а 2 хорошо хорошо теперь давай-ка мы с тобой напишем что функции в классе называется методами класса так функция классе называется методами класса а переменные в классе которых там в классе не было называются атрибутами или свойствами класса иногда еще говорят поле класса но чаще всего это будет атрибуты класса через а сейчас секунду атрибутами класса или свойствами еще говорят поле класса но это уже уси плюс плюс разработчиков или у сишар а тыси плюс признаешь да ну как знаю я программировал на нем вот у меня в ютубчике разные языки есть я на разных из-за камеру включая хаскел включая там не знаю какие вообще языки то есть по сути так просто пробую дальше иду дальше ну надо которые постоянно могут быть какие-то нет мне быть необъяснимы ошибки по памяти которых сложно найти разная да то есть если углубляться пасан который память да там прикольная штука cc плюс плюс очень быстро работает невероятно далее но нам зачем это время допускает нам еще какие-то чуваки там заниматься этим мы будем заниматься были все чем просто интересно с тобой дошло далее давай мы с тобой еще знаю что сделаем дальше вот мы поняли что класс это такая штука которая содержит себе методы класса и атрибуты класса правильно да к заряги загляем туда обратно возвращайся давай вот там есть какие-то декораторы типа оверлоуды но декоратурой ноут использует вообще наш такой декоратор нет просто это такая штука которая сначала вот эта штука которая обрабатывает функцию то есть она отрегулиться на как на вообще но на основании какого-то события она просто обрабатывает функцию эта штука overlood то есть overload принимать себя и нет на самом деле куда можно попасть overload вы верну вот конечно . декоратор то есть это дефолу что вообще что-то жестко жестко это же какая-то просто функция все декоратор это просто функция то есть да это изи-пизи правильно объясняю все чики-пуки не переживай смотри декоратор это просто функция потом есть но если надо будет я расскажу тебе более глубоко пропадали сената почему я почему она через собачку они через д потому что эта штука функция overlood принимает в качестве параметра и нет функцию то есть overload триггерится сначала при делиться overload а потом overload вызывает уже функцию дарод и нет себя то есть overload функцию overload принимать в себя и нет функция overload принимать вся и нет они почему одинаково тогда названную overload принимать собрал это все объясняю потому что overload это вообще функция отвечающая за перегруз методов это значит что метод метод авто определенный метод едет вызывается на основании того какую типа летит параметры и чтобы вызвался не этот метод а вот этот метод это будет зависимость того какого типа плетит параметр и будет вызывать открыт и и нет и благодаря overload происходит перегрузка методов то есть облогу как раз вот и вызывается нужный нет в зависимости от типа который летит по в параметре это достаточно сложен понять вообще оверлоуд используется на практику щелетка вообще то есть у нас мы обычно как без него поимся то есть мы не делаем перегрузы методов да хорошо далее но так как это написано это ядро питона естественно будут оверлоуды перегруза и другие крутые штуки вот это вообще дандыр это называется декораторы которые как бы это функция приятен в качестве другую функцию не меняя ее меняет ее поведение это называется декоратор хорошо потом и стоит на практике надо будет поработать так а вот у нас есть какой-то некий метод и пэнд вот это дэв и пэнд видишь надо вот хорошо далее 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 апрель принимайся какой-то силов потом обжиг два нижней подчерки обжиг на сами двоишь почти глоб шик обжиг говорит о том что это мы преследуем понятие инкапсуляции если знаешь святую троицу инкапсуляция полиморфизма наследования 2 нижней подчеркнет о том что параметры является инкапсулированным то есть он является правит есть понятие 1 нижней подчеркивания это правит два нижней подчеркивания это protect точнее наоборот protect это у нас менее защищенный метод протек это у нас но в питоне вот я не зачем тебе говорю вообще это потому что это работает в php там в джава скрипте да допустим работать пищу и точно а в питоне ты не работает правит про ты тот инкапсуляция понять себя питанье не работает не знаю хорошо ли это плохо но ты можешь обратиться к любому методу к любой переменные внутри класса ты не можешь защитить свой метод как написать там два ниши подчеркивания написать название класса ниши подчеркивание это не поможет тебе в питоне понятие инкапсуляции нету не знаю хорошо или это плохо но вот как то так хорошо то есть если попытаешься защитить свой метод от внешнего воздействия то есть пока то что говорю скорее все это сложно что у пм с того еще и проходили но мы сейчас начнем это проходить и так вот вот эта вся такая с виду страшно штука на самом деле ничего страшно нету вот эта штука называется наследование вот это вот сверху видно выделяю то есть мы наследуемся какого-то другого класса все классы наследуются от обжиг то у нас есть понятие обжиг это тоже класс обжиг это вообще нас они называется мета класс класса который относится другом это класса то есть класс который создает другие классы называется мета класс класс который создает другие классы мета классами и в реально программирование я вообще такой не встречал ну то есть обычно мы без мета классов обходимся в реально программирование Но где-то какие-то там суперкрутые сферы, не знаю, где-то там, применяются метаклассы. Но метапрограммирование обычно в программировании не используется. То есть это класс, который подождает другие классы, называется метакласс. Суперкласс. Далее. Вот это обычное наследование в программировании. Просто мы берем, наследуемся. То есть что значит? Значит, что мы полностью наследуем вот это мутейбл, вот это какой-то класс, у которого тоже есть какие-то методы и свойства. И наш класс-лист, он взял от него все методы и свойства. То есть визуально ты их не увидишь. Визуально ты увидишь только методы и свойства вот этого листа. А чтобы узнать, как и у нас следовал, надо с помощью функции dir это узнать. То есть, с помощью функции dir ты сможешь видеть все методы и свойства класса. Или атрибуты, другими словами говоря. Итак, давай мы вернемся обратно. Вот чтобы так не зарезать в лист, мы можем, получается, написать dir и завернуть туда лист. Так, dir, list. Да, и, кстати, с dirем ты скоро вообще полюбишь эту функцию. Вот сейчас ты будешь использовать. Вот, Валя. Беспособление это тоже... Вот ты что видишь? Ты видишь, по стартировке сверху идут обычные методы. А если в самый низ проскроешь, там будет у нас атрибуты класса. Вот, обрати внимание. Вот сверху у нас идет... Но это не просто методы. Это дандер методы. Давай мы, во-первых, запишем то, что в порядке... В стартировке сверху у нас методы. Сверху методы. Сверху методы. А внизу у нас атрибуты класса. Ну, запятая объекта. Потому что ты сейчас смотришь уже... По сути, в данном случае ты сейчас смотришь именно класс лист. Но, также ты можешь еще посмотреть именно объект лист. То есть, это... Объект это получается просто экземпляр какого-то класса. В данном случае лист. Хорошо. Вот мы сделали... С помощью функции dir посмотрели его свойства и метод этого класса. Что дальше? What next? Да? Нам нужно понять, что вот эти два ниши подчеркивания... На самом деле называются дандер. И эта штука, она работает в зависимости от какого-то события. Она называется автоматически. Вот это интересно. Что если ты видишь какие-то методы с нижним подчеркиванием... Давай мы с тобой запишем, что это не просто методы. Вот именно... Давай мы на новой срочке напишем, что методы, в которых используются двонежные подчеркивания... Ну да, мы это с тобой тоже смотрели. Да. Как это же метод метод... Способ, нижним подчеркиванием, да. Называется... Дандер методы. Да, и они вызываются автоматически при наступлении какого-то события. Например, метод dunder init. Мы так читаем dunder init. Это, иначе говоря, конструктор класса. Но сами конструктор класса... Ну да, это вот эти типа скобочки, типа, да? Что имеешь в виду скобочки? Ну типа init, это же, типа, нам вызвать функцию, да? И init, это вот такой метод, вот он. Дандер, да, да, да. Вот он данный init, который принялся в селк и так далее. Да, хорошо. И этот дандер init, он вызывается автоматически, к нему не нужно обращаться. Но пока ты еще не понимаешь, что он обращаться к методам и как их язык они-то вызываются. Да пока еще, скажем, что это все абстрактно, это все эфемерно. Далее. Получается, это вызывается автоматически при наступлении какого-то события. При наступлении события. Какого события? Сейчас мы стоим, ты гернем кого-нибудь события. Например, мы с тобой сделаем события создания объекта. И у нас метод init автоматически у нас вызовется при создании объекта класса. Хорошо. Далее. Вот у нас получается, у нас уже есть класс лист. У него есть какие-то методы. Как мы знаем, список, это получается, экземпляр, вот лист переменный лист 1, это экземпляр класса лист, правильно, переменный лист 1? Ну раз это экземпляр класса лист, значит у него есть и методы, и свойства класса лист. Согласен? Да. Раз это экземпляр, потому что экземпляр полностью наследует все свойства класса и методы. А мы можем как-нибудь добавить в лист, вот у нас получается переменный лист 1, она где-то там наверху, да? Где-то там наверху, там миллионная строчка кода, да? И у нас, допустим, у нас будет пустой список, там будет пустой список. Как мы добавим с тобой внизу список новый элемент? Так, лист. Что-то делаешь, сейчас рассказывай. Так, нам надо добавить элемент к лист 1, да? Да, нам нужно добавить список к лист 1. 1 же, это уже объект, это же не класс лист 1? Да, 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 это уже объект класса лист. Окей, хорошо. Ну, допустим, вот так можем в качестве кида. Хорошо, далее, какого типа метод МПН? У нас есть два типа методов, какие ты типы методов знаешь? Типы метода? Да. Вот почему сейчас никто ничего не видел вообще? Вот просто он отработал и ничего не вынимает. Войдет и резалт. Четко. Моя школа. Далее, следующий момент. Так, результирующие, да, и вводят методы не результирующие, правильно? Да. Хорошо, далее. А теперь давай мы сюда проговорим про... Про, 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 про. Вот мы это все сделали, это все понятно. Давай-ка мы с тобой сразу же начнем, я думаю, с функций. Да, давай сразу же с объектов дальше проложим по ВВП, а потом, если что, функции добьем. Смотри, давай-ка мы сейчас с тобой создадим, наверное, на свой класс. Готов? Давай, да. Да, давай. Кстати, а что будет? Отдельно будем, да, на следующий? Да, в новой чаечке обязательно, конечно, конечно. Давай. Смотри, а что будет, если мы с тобой назовем класс так же, как вот у нас уже какой-то зарезервированный класс, что будет? Так, ну мне кажется, он на ошибку выдаст, нет? Не перепишет же он класс? А это... это размышления, да, просто? Да. Слушай, а мне кажется, питонжена позволяет все сделать, правильно, с собой? Ну, позволяет, да, но... Ну, значит, он перепишет класс. Да, и что произойдет потом, когда он перепишет класс? Ну, все, у него будет то, что мы ему задали. Печалька будет, тем будет царе. Да, будет фигово, будет. Очень фигово будет. Хорошо. Далее, давай-ка мы с тобой просто зададим класс какой-нибудь, например, класс human, или давай назовем класс, вот допустим, твое имя, да? Где вы какие-то свойства класса? Где-то меня, я не вижу. На следующие ячейки. Да, 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 давай. Что нам нужно? Сделай двоеточие и просто три точки поставь. Двоеточие и три точки? Да. Есть. Нет, в тело уже, то есть ты должен скипнуться, enter, скипнуться вниз. Понял. Запусти. Мы можем с тобой с помощью Dira глянуть еще, что там за методы и свойства есть, методы и атрибуты есть у класса. Можем глянуть как-то? Да, давай. А там есть вообще что-то или там ничего нет? Мне кажется, ничего нет. Почему? Нет, прикинь, тут есть класс. Ничего себе, да, ну ты шо? Как? Ты же ничего не написал. А, подожди, знаешь почему? Ну давай. Сейчас посмотрим. Куда там убежал ты сейчас? Ну-ка, ты ты провалился, дай, что ты сделал? Да, я провалился вообще просто в этот. Ну, в Майкл он не проваливается. Такой час, что он как бы... Ну, он что-то унаследовал как будто бы. А что он унаследовал? Он унаследовал что-то? Да, он от кого-то что-то унаследовал. А ты знаешь, ну, во-первых, да, а во-вторых, давай-ка мы напишем, что три точки это то же самое, что pass, right? Пропустить, то есть мы можем оставить тело пустым. Это же тело, правильно? Вот это тело. Да, 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 это заголовок. Далее, а что дальше? От кого вынаследовались-то? Это получается неявное наследование от суперкласса? Ну, типа, да. Ну, так, а давай-ка мы явно поймем, от кого наследовались. Получается, мы от некого object-то у наследовались, да? От некого object-то, да. Вот он, а object как раз и есть, от кого мы наследуемся все. Смотри, у нас же метод не понимает сейчас. Погоди, так, от колкового object-то у нас наследовались. Ну, хочешь, провались туда, если интересно. Мне что-то... А, класс object. Так, ну... Вообще ничего не понятно. Смотри, мы класс, создаем класс Michael, да? Правильно, Michael, да. Ну, а при чем тут вообще объект? Типа, объект, это же когда мы уже создаем объект, да? У нас есть класс названием object. Залезай туда. А, все. Залезай. Угу, так, сейчас, подави, куда-то он мне делал. Залезай, залезай. Залез? Да. Сейчас, а я что-то не вижу. Ты за тобой, давай, за тобой скроллю. Ты на какой сейчас у меня... А, вижу, все, 91 строчка, да? Да, да. У нас есть класс object. И класс object находится где, в каком пространстве имен? А, что значит, в каком пространстве? В главном. Сейчас объясняю. Смотри, название файла, оно что, ни о чем не подсказывает, название файла? Билд-инс. Нет, ни о чем не говорит. Ладно, ладно, смотри. Ну, типа, ягро? Да, у нас, на самом деле, у нас есть системная область видимости, да? У нас в Python, где угодно, вообще в юмор-музыке программирования, есть разные области видимости. В данном случае, в питоне, вот это билд-инс, это системная область видимости. Это самая высокая область видимости, которая вшивается во все модули, она вообще везде. То есть, билд-инс, сейчас мы запишем это, не все окей, не переживай. Сейчас мы запишем, возвращайся ко мне на lesson 5. Давай. Да, мы сейчас все запишем, все чики-пуки. Много информации, которые хочется себе донести. Давай мы сейчас запишем, вот внизу ячеечка. Вон, не создал себя, маркдаун. Так, в какой-то и создал. Внизу-внизу, ну, можно сам создать картика форта, смотри. Для начала начнем с той, с понятия области видимости. Это важная штука вообще. И пока я не забыл, вот есть понятие билд-инс. Да. Давай начнем с билд-инс. Вот это, просто, это же не просто название файла, да, билд-инс. Не просто взять, как назвали файл, да, нет, не просто так. Потому что есть такая область видимости билд-инс, это системная область видимости, иначе говоря. Она самая глобальная, ее видно из любого модуля. То есть, а модуль это любой файл питоновский. Это модуль. То есть, область видимость системная, видно из любого файла модуля. Таким образом, получается, ты обращаешься к функции, например, print, если ты зайдешь со мной сейчас в билд-инс, веди-ка туда. Давай-ка мы ставим функцию print, найдем она же здесь есть, правильно? 3644-я строчка. Удерживай hold control плюс G. И пиши 1644, control плюс G, удерживай. 1644, ага, все, нашел, да. Класс, да? Go to line. 1600, right? 44, right? Смотри, devprint, да, то есть, по сути, получается, так вот же все функции, которыми пользуемся. Все функции, которые мы пользуемся в питоне, которые встроены в питон, они в этом файле, да ну. Так. Ну вот, вуаля. Ну все понятно, да. Ну понятно, да. Класс, смотри. Что за звездочка? Звездочка value, что значит? Звездочка, ну типа, сколько не может приходить, вообще, мы не знаем, сколько объектов может проходить в print. Неограниченное количество параметров, повтори. Да, неограниченное количество параметров. Супер. Далее, что... Это для нас, это для нас написано print, тролли-вали, да? Угу. А интерпретатор, интерпретатор сам понимает, какую функцию print вызвать, потому что ты же видишь, что у нас в ядре несколько функций print. Ну да, да. Да, просто у нас с помощью оверлоуда перегрузка, перегрузка функций позволяет нам автоматически вызвать нужную функцию с помощью оверлоуда. Да, это декоратор, декоратор функции. Смотри, далее. Сейчас, спокойно, пока не записывай, все нормально. Декораторы мы с тобой будем учить отдельным уроком. Это просто тебе, я пока показываю картину мира, да, как устроен computer science, right? 3. Область видимости built-ins, это все область видимости, которая видно из любого модуля. Где модуль, модуль, это что такое модуль, пиши. Модуль это? Модуль это? Файл расширения.py, просто файл, пайтонский файл, по сути. Или просто питоновский файл, неважно с кем расширением, главное, чтобы это был питоновский. Ну, по сути, это просто файл, совершение точка патчаще всего. Но может быть IP1B, да? Ну, неважно, смотри, это модуль. Далее, из мод... Далее, пакет... Пакет. Пиши, 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 пакет, это набор модулей, а в ивы словочках, в ивы словочках, рядом с пакетом, напиши, что это библиотека. Например, нампи. Нет, рядом с пакетом. Рядом с пакетом, да, ага. Вот, получается, пакет, это и есть библиотека, а библиотека, это набор модулей, правильно? Угу. Ага, и когда... А смотри, а чем библиотека от фреймворка отличается? Ну, фреймворк, это набор библиотек. Ну, типа, ничем, да, это то же самое. Фреймворк, это набор библиотек, это такая прям солянка из библиотек. Фреймворк, это, типа, это вообще, это куча, можно библиотек, и пандасы, и всякой фреймворк. Это типа, анаконды, вот анаконды ты фреймворк, окей? Вот ты же мне сейчас конды пользуешься, правильно? Да. Блин, так хочется еще такие вопросы задавать, недалеко уходить от ОП, далеко не хочется уходить, но, блин, столько хочется спросить тебя, смотреть и рассказать. А у нас же есть конда, кто такая конда вообще? И пип, кто это? Отвечаешь быстро за кран-тему. Так, конда хранит в себе, типа, а, это два слова. Виртуальная как-то... Ааа, все, ты поплыл. Да нет, Буран, здесь, стой, я просто вылетел, ты быстро сказал. На букву П по-английски. По-английски? Да, а второе слово начинается с М, второе слово, тоже английское. Блин, это, ладно, давай. Пакетный менеджер. Да, да, они по-русски, давай, это... Пакетный менеджер. Пакетный менеджер, подожди. Ничего ничего не изменилось, ничего не изменилось. Пакетный менеджер, да. А внизу, кто-то пип, кто такая тогда, пип? Пип? Да. Но она, типа, позволяет установить этот... Да то же самое! Тоже? Да, просто этот конд это пакетный менеджер для... For Data Science, DDS, а это... А пипка это просто дефолтный питоновский пакетный менеджер, right? Python Dev, дефолтный. Dev, а, ултра. А, ну все, я понял, да, конд даже у нас типа хранит те, да, те библиотеки, которые мы импортируем, правильно? Это пакеты, да. Пакеты, да. Да, 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 совершенно верно. Ну, типа, конд это уже пакеты менеджера, которые в себе хранят очень много библиотек по дефолту. Там их, сколько там, 200, я не знаю, сколько по дефолту пипка, а на по дефолту к ней все мало библиотек, потому что это питоновский дефолтный пакет package manager, right? Погоди, а мы же создаем еще этот, как его, виртуальное поле, да, до виртуального окружения. Но есть тоже, это та же самая конда, либо пипка, которая находится уже в отдельной папочке. В отдельной папочке, да. Это такое, чтобы не зацарять все, вот специально конд. Конечно, наверное, не конд и пипка, но мы же можем, не в конду пипку всугубить все глобальное, мы же... Зачем нам набивать конду пипку под каждый проект, то есть, у нас же, если мы в каждоменном, вы используете одну и ту же конду да у нас же конди будет 200 пакетов или 500 пакетов да и пирога будет пакетов так зачем нам набивать пипку и конду если можем постоянно создавать и виртуальное окружение под отдельный проект у нас будет конда чистенькая пивка будет постоянно чистенькая она будет постоянно новая пипка и конда зачем в чем прикол в том что если меня будешь писать enterprise уровень да ты будешь то делать то получается ты же ты рано или поздно меня нарвешься на депрессис конфликт депенденте строй у тебя ты когда залетишь какой проектом под это сайта неважно по какому проекту по пойду на 9 сайта вот то есть получается ты какую-то либо заюзаешь да ну там например у тебя уже в конди например тебя в конди например у тебя установлена библиотека например нампи до версии 1411 например она проекте на котором ты будешь использовать да там заюзанная библиотека нампи 1.5 что ты делать будешь то ничего есть у тебя он скажет то что у тебя конфликции депрессис у тебя в глобально установлен 1411 да она потребуется 15 и что ты будешь получается свою конду сносить на пи свой будешь носить и ставить 1 и 5 но тогда эти другие проекты с по зависимости с 1.4 не будут работать правильно и для этого тесты пишешь команду там даже вот допустим на примере пипки ты пишешь поэтом минус м обращаешься к венгу вен вент название так уже не да это и создаешь к разбитого уже не может здесь написать у дядя петя дядя петь это можно писать туда вот ну что угодно как ты хочешь можно писать сенаторов вот и у тебя создаться на окружении сенаторов с пипкой на борту а пипка это пакетный спешек от пипки по дефолту где-то 50 пакетов но можешь меньше даже да то есть у тебя создаться отдельная папочка сенаторов где будет написано ли брали либо да и здесь будут какие-то пакеты нам питом типа я понял за счет как раз этой команды поэт минус минус м вен вен кстати да минус м это ключ ты можешь там разок еще писать но неважно далее а смотри возвращаемся к уп по сути видишь просто я пишу то что когда я начинаешь грипа упает там столько всяких за меня связи там системный область видимости очень много все подтягивается да и вот говорить прям чисто по допы выкидывать все вот эти слова к built in системного видимости это но не знаю как я пока мне не получается это делается но я буду стараться вот хочется рассказать при этом все зависимости и далее вот у пони что мы создали класс да вот мы не явно отнаследовать в данном случае мы явно наследование вот это явно следование но трек мы напишем а давай внизу фу нет наоборот а пиши внизу не явно наследование а наверху быть явно наследование ну да в наоборот вот здесь будет явно следование я на и наследование по сути все классы нас следует от object а окей вот и кстати у меня в чатике в чатике это все написано в чатике пальцы иногда точнее начать их пойти там посмотри там очень круто много информации далее явно следование хорошо вот ну вот мы наследовались вот наша функция показала один это точно функция да как понял вот она типа горит и написано да просто зеленые желтые все и вы еще на где наводишь написано деф далее соответственно у функции к ты понимаешь у нее нет никаких там методов атрибутов дать просто функция то есть ты не может писать дир . какой-нибудь там а и пэндом не нет никакого пэндой тоже я это же просто функция правильно это просто функцию нет это не объект 3 что дальше а теперь давай-ка мы с тобой проговорим про про атрибуты класса то бишь поле класса готов да ну поехали по сути мы с тобой можем сразу же задать железобетонно в класс написать какой-то поле класса а можем это сделать динамически то есть внизу давай попробуем разные способы например для начала то есть чтобы нам написать статическое поле класса статический атрибут мы просто берем здесь прям явно пишем вот прям давай вот это пас сотрем это не нужно да да а лучше вообще на самом деле знаешь что я лучше вот сделаем с тобой к новый класс чтобы более было понятно а этот моя за камень по сути можно скамить хорошо и давай мы здесь просто дим атрибут класса это обычная переменная которая в себе данные повтори атрибут класс это обказа обычная переменная säger данные да еще по me сюда да и все объекты класса наследует именно вот этот атрибут класса все объекта класса есть тебе нужно чаще всего атрибута класса ты никогда не видишь классе чаще всего давай мы часто проведем эксперимент готов залезай в лист обратно в лист залезай сейчас сейчас ну-ка за тобой зафоловлюсь где-то у меня здесь вот у меня здесь 1 0 9 1 0 9 четко все здесь смотри драком убедимся что здесь некий нет их атрибутов а а что если сломая вообще слова не не надо сейчас все короче это сломался и такое типа не сработало это же файл просто за импортировать за импортирован к все файлы по все нормально не переживай далее а вот атрибутов атрибута класса вижу ни в каком классе и найдешь вот и даже наверх раскроешь нигде ты не видишь много нигде ты не видишь атрибута класс то что статика и чаще всего это не применяется ну это редко видишь это видео скорее всего когда мы будем 150 какой-нибудь мвс и контроллер и мвс и паттерн типа модуль контроллер ну на флоткин лин придется работать и на флотки придется ладно вот мне просто показать что такое в пайтоне понятие архитектуры проекта там систем дизайн да вот иногда не а и тогда мы сейчас дадим с тобой свойства класса почему не используется класса потому что это статика которая очень редко используется поэтому короче поэту дефаками нет нет мы используем свойства класса нормально все очень нормально припиши эйч равно там не знаю то есть нам по сути нужно обратиться к свойству да и иначе говоря атрибуту иногда говори что атрибут чаще всего говорить слово атрибут видишь прикол том что я знаю три языка да прям хорошо и поэтому у нас предыдущем языке мысль вы говорили сюда свойства класс вот у меня джавас клеев печки а когда перешел на python здесь видишь терминологи немножко другая но суть но одной тоже мысль одна и та же смотри давай мы с собой просто обратимся к классу через . вызовем атрибут класса давай еще ничего нового просто ты пишешь майкл да то есть ты выходишь из тела класса давай давай сделаем так вот в новую вещь убить вот здесь посмотрим да да конечно мы же тобой дейты сайт мы тобой любим как перед ячейки делать ячейки новые вот так вот а свои вот им прикол смотри так как это обычно переменно вот да запусти сейчас покажу кое что тебя покажу что число невызываемо да николай был смотри а давай поймем что эта штука она невызываемая как понять что эта штука невызываемая мы можем вообще в день короче кинуть эту штуку можно чем эта штука в день кинуть ну давай попробуем давай мир даже там что-то вообще будет или ничего не будет мир есть тут что-то вызываемая ну-ка и нет есть и нет есть а тут этот прикол не выйдете сейчас такое что беседе смотри подожди секундочку сейчас я тебя отполовались чтобы мы что не прыгали так по сути нам что мне что нужно сделать сейчас я попробую это все за сэйвить все а сейчас еще кое что покажу вот я щас быстренько по фасту прям накидая какой-нибудь метод прям по фасту чисто там метод тест какой-нибудь или getter у нас есть понятие getter с этого программиста дает вот и он чуть-чуть будет облетелить один неважно вообще неважно вот и а давай мы тебе вместо и туда напишем get давай но это он вернет подачи нет подожди просто get до смотри или беден все что появилось какой-то ты видишь появился какой-то данный метод какой аннотейшнс облизать тепло горячо где ниже чуть смотри билтинс ниже и шел опа кол что такой кол ну типа вызвать получается у этой штуки есть метод кул да а я думаю короче колока и не то и нет это колба смотри я понял что ты понял если у этой штуки из кол до значит эта штука вызываемая до прикол это штука вызываем а вот она вызвалась она вызвалась она реально вызвалась а у той штуки которая вот и не было никакого кола нету никакого кола не взрываешь или тернашь вызвала винул один лишь надо и получается а сейчас новая чечка а если ты получается родите в том что в первом случае на самом деле это функция это метод то бишь метод а в том случае просто перемены перемены с невызываемой но мы можем еще раз еще раз убедиться удостовериться в том что эта штука не вызываем смущу дандер кола если нету этой штуки дандер кола эта штука невызываемая да этот такой контрольный в голову так видится смотри далее понятно что давай-ка сам создай метод стоит этой давай-ка перед тем как мы перейдем методом ты же статически записал да у нас свойство класс правильно да да давай-ка мы с тобой динамически создадим просто напиши название класса . просто название класса . . да и атрибут который такой что пример у тебя будет рост или вес давай так везда ну вейд вект вейд сейчас как быть себе как бы корректно веи потом будет у нас и и и ну то вейд вейд и ай джи джи потом будет а вот так вы и чте вот вот да уэйд хорошо у нас жить джи и не читается хорошо далее а теперь напиши равно и то чему равно ну давай там не на действие например а давай дамы в детки не наш название класса добавился ли у нас там атрибут класса не добавился в герман звание парк не давай давай пишите а я снизу посмотри а ты чьи трюшка красота да да красота это называется динамическое создание атрибутов по сути далее next 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 теперь как мы чаще всего с ним атрибуты ну честно говоря атрибуты вообще не создаем по крайней мере я выполнял свои коммерческие проекты я не создал атрибута даже динамических не накидал мошка ладно когда-нибудь когда у меня не было доступа классу давай мы запишем то что когда нету доступа к классу это реально актуально давай так по сути это очень редкое событие потому что обычно это какие-то импорты импорты находится локально но это какая-то по сути получается как эта библиотека который ты подрубаешь и который нет физического доступа именно к этому класса чтобы его изменить прямого хорошо дальше теперь поработаем с методами класса мы написали что дальше давай с тобой какой нибудь будет get tree метод getter и setter давай для начала конец метод setter так все типа 2.2 и что-нибудь там это будет делать типа на самом деле это хорошо да давайте уже мы что будем расти не просто будем использовать просто вот это обычный сет без селфа нам нужно еще понять как что такое сел сразу же будем стой селфом да вот это вот слева что за себя что-то непонятно происходит хорошо давай это будет ты будешь просто ли чернете просто эта штука будет а ретерни получается each можно ретерни течь да да просто она будет а чтобы добраться до эйджа чтобы добраться до и джи что мы с тобой сделал чтобы добраться до эйджа слушай надо попасть сюда блин а как ты нам нужда простые джеда что-то как-то мы же не будем через класса подобираться это скучно но не только что хотел потому что мы на самом деле работаем с объектами в питоне чаще всего ты увидишь это создание объекта хорошо не буду тянуть кота за за рога теперь мы напишем короче как раз вступает в игру self да он такой типа давай пиши self . . . и и вот благодаря этой штуке мы как раз может добраться до эйджа ага разница что мы майкл напишем что по сути пока но просто в цел будет лететь конкретный объект но пока пока действительно еще разница это что self просто и что статическая статический атрибут класс пока еще не важно но ты уже начинает работать не с классом потому что класс мы редко используем вот мы вообще не пишем там вот это так вот вообще не видела никогда короче даже не знаю только но я такие задач пока не освещал без без классов без объектов то есть мы с помощью self of self полетит конкретный объект часто тебе все что такое объекты пришло время давай теперь тебе нужно создать объект мы конечно можем и без объект это сделать вызвать метод set как я написал до этого да там написала кстати set не забывай писать нижний почек иначе с это тоже за резервированный метод понял иначе будет объект 1 да например то есть мы создадим объект этого класса да а обжигать один как стать объект просто написать название класс этой кругу скобочки запускай кинь кинь в дир объект 1 дир объект 1 2 и новый это же объект он наследовал все правильно уже все наследовал да вон он и чего тут свет да все наследовал прекрасно так а кстати теперь второй момент второй момент теперь нам нужно будет что сделать кстати обрати внимание что я использовал инкапсуляцию которую давя как он ты сейчас что-то использовал он добавил майкл эйдж это почему так училась сейчас спокойно ладно смотри во первых внизу видишь вот сейчас у тебя еще внизу видно да в объекте внизу в объекте и чьи есть да еще то есть объекта видеть доступа 6 кейджу правильно да а сейчас и короче беру делаю типа два ниша-пчеркивания а где эйдж а вот он посмотри наверху же наверху нас ведь где у нас ведь но не еще он типа майкл эйдж вот именно вот именно а типа нету доступа к это уже появится это понять уже инкапсуляция в кавычках кавычках в процессе чтобы обратиться уже к этой штуке теплется через название класса обращаться вызывать этот добираться до чесно звание класс уже добираться я понял инкапсуляция то есть мы че за название класса можно всего добраться до этого и же можем добраться через инкапсуляцию но смотри блин столько столько паупы нужно еще рассказывать там правит про тк там инкапсуляция ладно и смотри это все очень интересно надеюсь что она никогда не пригодится ладно смотри вот мы создали объект объекта следовал все от класса правильно теперь нам нужно получается что сделать нам нужно получается от объекта вызвать какие-то методы объекта ну вот вон они какие есть там речь можем вызвать до сет может вызвать вызывай короче сетка . сет давай вызывай один раз один красота красота вот а что дальше ну ты же не будешь вообще ну то есть ты можешь создать еще один объекта и туда тоже друзья если я в дэв создам объект что-то сделаются и хочу будет если мы вот так вообще зема так вообще можно законно сейчас смотри и твой объект допустим твой сет перри примет допустим число 5 а второй объект примет число в себя там 10 например да это вообще можно так сделать или нельзя сейчас посмотрим можно так можно да то есть ничего за два дня не поменялось пока непременно на пойти а получается вот в чем прикол объектов тогда то есть смотри внимательно сейчас внимательно а ссыл 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 передается давай так еще сложнее дам тебя короче на самом деле сет еще помочь они пишутся сэв вот так вот помочь они еще вот так пишутся сэв вот так скажется помочь они то есть это не явно я написал сэв но садит они я на саде в сэл плетит имя переменные на саде вот это вот так ли теперь параметры и потом он сюда в соли свежь вот сюда вставляется имя а второй уже момент уже второй когда объект работает тут тоже сэв но тоже он указание явно с на самом деле вот я сейчас я напишу на понял и таким образом понял почему мы наверху среда ставим сэл потому что сначала цепь сюда поставить обжиг один обжиг 2 и потом сюда попадает но если наверху мы сэл впишем в явном виде то внизу пишется в нерве то есть он всегда в нерве не передается всегда в неявном виде передается да на понял далее следующий момент все еще момент урок закончился но я хочу что закончить блин нас они до тем это интересно но мне больше нравится и математика но ладно а и давай так уж и быть у меня хорошее настроение мы с тобой создадим конструктор класса готов иначе урок будет не урок а мы же не будем вручную писать написать там h равно один там или там писать майкл майкл равно . h равно один до может как-то вообще динамически создавать эти свойства атрибуты класса динамически можно создавать при создании объекта это вообще возможно я думаю что да поэтому все возможно все возможности больше есть препод сенаторов суре а вот это самое ключевое слово что нужно нам нужно получается создать дандер и нет создавать дандер и нет дандер и нет создавать дандер и нет и нет 1 уже то есть не в кампу рукам найду вычтет в адрес pipe и убирает штуку так давай это же всего лишь это же название правильно это мы можем писать здесь не им правильность просто звание функции ну да да откуса наша называется и нет потому что это за резервированный метод дандер и нет давайте вам параметры открыть параметры вот это параметры функции раз параметры метода смотри колоди туда передавая параметром self параметром пойдет туда нэм и речь с хорошо а внизу используя в строку внизу используя в строку пошел-пошел-пошел-пошел-пошел прям где ретерн давай давай работай работай быстренько время пошел-пошел во давай еще и пошел дальше закрываемся теперь делай мне фигульные скобки вокруг а по рукам вот хорошо а сейчас я мне хорошо я такой-то мне столько-то да хорошо далее смотри что дальше а почему у тебя name nature self а потому что ты получаешь плюсик за внимательность ладно смотри к чему я к тому что мы здесь написали да да но здесь там мы еще не задали свойства по сути нету человека запишем свойства давай 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 суши мне в глаза держит глаза держит напиши нажми к shift alt f shift альтер вас хотели глаза не держит мне так пишем чего мы такие говорим слышу даже что мы говорим мы говорим давай-ка мы сейчас создадим конкретному объекту конкретное свойство с помощью self . да мы говорим что мы будем это объекту создавать конкретно свой сдавать всех . да равно name равномы но мы же свойства можем назвать name ps например да это неважно но не важно чтобы ты просто прям что это уже свойства объекта а это моменты который мы примем это значение объекта далее self и и то есть мы получается по сути 100 перепишем вот этот each да да у каждого объекта будет свой each а что дальше ну давай теперь внизу давай внизу теперь да вот мы же создали уже объекта вот у нас объект 1 объект 2 что дальше а что если тебе скажу что при создании объекта вызывается автоматический конструктор класса то бишь и не пиши так называется автоматический конструктор класса и нет да да и нет не нужно а почему да потому что все просто тебе не нужно получается писать допустим майкл точка и не густой 100 допустим именно writer to the total потому что он автоматически так называется не нужно точка и сделать кажучи к создание объекта массу на птичке автоматически вызывается значит получается михаил круга скобочки это и есть сам и нет который принимает себя параметры name и и и да получается сюда можешь передать name и и передавай а то есть получается так майкл и получается там name name интересно он передаст строку передать пиши пиши давай только это не а подожди а давай и число мне строковое давать число конечно ну все опять давай все чё смотри сушь ты постарел все давай что там у нас позицию аргумент и нет до позицию аргумент потому что объект 2 года ну давай посмотрим что там все что что такое непонятного что-то просто получили ссылку на объекта но это да где хранится а что ты хочешь от него ты хочешь посмотреть что такое встретить . и что хочет и что ты хочешь встретить что он реально записал да пожалуйста хочет встретить name да он я не записал круто погоди стояние в кироге ведут как ты всплываешь а все время 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 все ладно смотри класса все увидела классно да прикольно это называется конструктор класса на самом деле если ты дойдешь на уровне медла или сеньора если или просто пойдешь придешь к месту и знаете ты поймешь что это не к труда класса к стульту класс на самом деле это да 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 в нью-ю аннули сначала вызывается и он вызывает и нет но это вообще неважно тебе не нужно это знать это просто жесть полная до но когда я был коммерческой разработки мне нужно было все понять работает когда был компьютер сайс да там девелопер но я уже не довелок от я сайтисти но классно все классно занимались по сути вот это да еще круто это минимальная база вообще паупы на сале я могу очень хочу сказать паупы не знаю стоит ли вообще те горитом про полиморфизм наследование декораторы там еще какую-то штуку мне кажется там еще какие-то круто что я знаю и который тебе я не заказчу пригодятся я не знаю честно вот я могу рассказать очень много про п но не за когда еще пригодится не знаю вот поэтому я думаю что лучше получать знали которые будут востребованы ближайшее время мне так кажется да и поэтому следующий урок наверно мы стоим поговорим про функции более подробно параметры функции позиционный момент и ключевые распаковки там что еще ну минимальный база буксом дадим дам все правильно и все мне кажется с этим бэкграундом ну даже и за ну ладно может декоратор я скажу просто смотри я тебе могу рассказать еще про про замыкание про декораторы про рекурсии про там не за многомерное наследование про сейчас скажу про перегрузки про light building пропил позднее связывание про я не знаете могу про богу что рассказать программирование да потому что я же бывший компьютер сайнс до довелопер то есть раньше работал фустыком и на меня надо было знать очень много да но это вот прикольно мне нравится тебе нравится и даже нравится вы тематикой на самом деле я могу тебе немножко скажем тогда вот уделить время нас они не особо 3 придет но я могу тебе рассказать про позднее связывание про там какие-то замыкания или курс и так далее просто фишка в том что я мы с тобой урок я проведу урок проведу но когда мы что будем использовать это я на сам не знаю даже вот мысто можно писать числа фибоначчи мысто можно писать там а какой-то еще математический ряд до который скорее всего на собеседовании может быть какой-то извращение спросит но будет редко но рекурс и понятно мы с тобой это сделаем ну понятно то есть рекурс и это минимальная база почему но потому что они всегда же циклы писать да вот в цикл фон это любой дурак может создать цикл во правильно да 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 а вот рекfi а уже пробежаться по списку или курсино вы да что-то это и as-ли вопрос потому что потому что с помощью рекурсии ты можешь пойти по дереву в по дереву в глубь допустим дерево директор и у тебя на компьютере из помощью курсе как 1 рекурсина можешь пробежаться по всем своим директориям на компе а с помощью цикла то не сможете придется использовать какой-то цикл вайл или что-то еще на данномhaus Lewis и она сможет до конца дойти до самого низа дерево да это рекурсия сделает окей хорошо поэтому называется еще реку сильные вызовы реку символ суток или хорошо неважно а смотри а к чему и к тому что мне кажется что я могу тебе еще наверное дать минимальную базу которая нам пригодится но реально ближайшее время да но также если прям коллега гуля по многочислен заявкам если ты хочешь узнать более более как касается более глубоко купить сайт я также могу тебе более глубоко дать компьютер сайт но просто эти сразу говорю что знали которые тебе выдавать боль на был на более глубоком уровне скорее всего они ну редко нам пригодятся ближайшее время точно ну то есть это только когда-то уже меня будешь доходить до уровня до уровня email инженера когда мы с тобой же будем наш код на пайтоне вшивать в реально приложение да там то есть мы какой-то пишем софт компьютер вижу да и будем шивать какое-то реально приложение только тогда только тогда тебе пригодятся знания которые эти буду давать в рамках замыкание позднее связывание лет билдингов внутренних какие-то там концепции вложенной функции какие-то там еще штук и переопределение наследование так далее вот эти знания при этом только тогда когда мы уже будем подходить к уровню mail инженера а ближайшее время тебе знали которые в рамках там позднее связывание замыкание лет билдингов бинарных каких-то там связок и так далее это тебе еще не нужно мне кажется так ну по крайней мере меток кажется но ты конечно можешь мы можем может только лишь провести уроки в рамках именно глубокого питерсайс но знание будет нескоро востребованные кстати вот эта штука там показывать за какое время я писал кто-то еще все хорошо я пошел дальше так все понял давай удачи